канобу ру представляет здравствуйте друзья и подруги вы на канобу точка ру в эфире хождение по играм с вами александр глаголев передача сегодня что называется по вашим письмам письм мне приходит очень много по несколько десятков в день и я очень рад что у нас такая теплая сплоченная компания и не очень рад что не получается отвечать всем вот поэтому пускай сегодня будет день ответов на письма имена фамилии никнеймы авторов я не обнародую потому что письма все-таки адресованы лично мне и не всему свету и быть может некоторым авторам не хотелось бы представляться публике самый распространенный вопрос вовсе не из области высоких материй больше всего зрителей волнует кто такой владимир михайлович глаголев нас часто называют братьями владимир михайлович глаголев это оператор который снял очень много всего от папиных дочек до фабрики звезд и он просил не говорить про папиных дочек не позорить его но может кому-то нравится мы с ним познал он выпускник гитро по специальности оператор документального кино мы с ним познакомились несколько лет назад работали в одной съемочной группе стали лучшими друзьями я считаю что нам обоим очень повезло и с тех пор работаем вместе почему он сам об этом не сказала не вышел а я сейчас за него говорю почему он не представляется потому что он очень застенчивый человек уверенно себя чувствует по ту сторону камера не поет так что еще один распространенный вопрос у меня шпаргалка небольшая какая музыка играет в канобу вестях и в канобу вастях очень часто задают я должен прояснить дело я не пишу сценарий канобу вестей я никак не участвую в монтаже и очень редко просматриваю готовый материал поэтому я не знаю какая музыка там играет если это очень многих волнует а это действительно многих волнует как выяснилось стоит наверное написать какую-то коллективную просьбу коллективное письмо к администрации канобу точку ру и чтобы титровали передачу канобу вастям я вообще никакого отношения не имею вот частая претензия хождение по играм снимаются одним планом никаких эффектов графики переходов картинок дополнительного видео и прочего из-за этого передачи не может конкурировать с плюс сто пятьсот и прочим ну сразу скажу нам с владимиром михайловичем даже в голову не приходило конкурировать со сто пятьсот и в хождениях по играм главное на наш взгляд это слово мысль не картинка и дело тут не в небрежности или вления в том что мы считаем в данном случае неуместным какие-то украшательства вдогонку должен сказать что я не пользуюсь телесуфлерами очень часто какие-то специалисты видят отражение на них очках не знаю чего на телесуфлером я не пользуюсь вообще считаю что подкачки очень сильно развращают телевидение уместно они только в новостях так многие правда спрашивают почему бы вот да не сделать тогда из телепередачи радиопередачу раз картинка не главное ну может быть но вообще говоря есть такая немногочисленная часть зрителей которые не только любят слушать что я говорю при этом еще смотреть на мою физиономию я считаю удовольствие довольно сомнительное но зачем его кого-то лишать остальные могут просто свернуть окошко браузера и слушать передачу фоновом режиме будет как радио будет ли продолжение фильма водяной сказать что не будет у меня язык не повернется но в обозримом будущем не намечается к сожалению видео и кинопроизводство это очень дорогое удовольствие мы с владимир михайлович им никогда не останавливаемся мы все время снимаем что-то из любви к искусству но сейчас так сказать более локально вот совсем недавно на днях я выбросил ведущего адовой кухни петра сальникова замечательного композитора и хорошего товарища разрешение на видео эксперимент с одной из его композиции я думаю что через пару месяцев мы покажем всему миру что из этого получилось какой должна быть идеальная игра но для меня к примеру было бы идеально если бы герои 6 вышли на приставках да конечно без этого никак что лучший xbox 360 или playstation 3 по мне лучше playstation 2 я с удовольствием в нее играю в редкие минуты когда у меня вообще есть свободное время и игр замечательных там столько что играть не переиграть вот playstation 2 у меня на первом месте на втором месте gameboy advanced на третьем nintendo 64 философский вопрос в разных вариациях и тем не менее человек по натуре жесток или милосерден когда нам читали психологию в университете профессор как-то вот говорит вот видит парень красивую девушку она ему нравится и да она требует чтобы разорвать на ней одежду волочить ее в кусты а супер эго нам советую спрашивать сколько времени у нее вежливо и кормить ее шоколадка и то и другое неотъемлемая часть человеческой природы а что возьмет вверх зависит от вас но вот из повторяющихся это пожалуй все главные вопросы на которые которые встречаются в ваших письмах и на которые стоило отвечать еще почти в каждом письме слова благодарности за то что мы есть огромное вам спасибо друзья и подруги мы и дальше будем с вами были александр и владимир глаголева пока и